Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением и благоговением две вещи наполняют душу. Чем чаще и постояннее ими заниматься, занимается размышление, звёздное небо надо мною и закон нравственности во мне. Две темы. Мир, в котором мы живём, и мир внутри меня. Чем больше я изучаю эту тему, тем больше счастья и радости в моём сердце возникает. И чем больше я изучаю тему, как я буду эксплуатировать этот мир, который снаружи, как я побольше денег в нём заработаю, высшее положение займу, как я смогу хорошо жениться, чтобы у меня была такая жена вкусная. Не эти темы, а темы, как я могу служить этому миру, который снаружи находится, и как я могу служить тому миру, который находится внутри. Вот эти две темы приводят человека к безудивительному счастью, которое исходит из его сердца. Знаете почему? Потому что счастье, это Камп сказал, счастье — это не наша энергия. Счастье — это энергия Бога, который в сердце возникает, приходит счастье двумя способами. Первый способ — по судьбе, когда пришло время. Например, девушка вырастает, и наступает первая любовь. Первая любовь моя земная, Утро моих глаз. Приходит время, она рождает ребёнка. Носики, курносики сопят, Как мои усталые парни, Спят мои титовые гагари. Она испытывает это счастье. Это всё происходит просто по влиянию времени. Все эти виды счастья приходят по влиянию времени. И они, хотим мы этого или не хотим, они всё равно будут приходить в нашу жизнь. Потому что так действует время. И об этом нет слишком смысла, слишком много думать. Все люди целыми днями только об этом думают. Когда выйду даму, когда ребёнок родится, когда деньги будут, когда квартира будет, когда то будет, когда всё. Это означает пустая, ненужная жизнь. Пустая, ненужная жизнь. Вот этим всем заниматься. Но есть другой вид счастья. Когда человек делает то, что Богу хочется от нас, а он хочет, чтобы мы изучали свою душу, и как эта душа может этому миру служить. Вот когда человек делает то, что Богу хочется, тогда оттуда выходит радость, которая не запланирована пока. которая не запланирована с возрастом, а просто она выходит сама по себе. И сразу возникает вопрос, а что здесь всё запланировано, что ли, в этом мире? Нет. Здесь не запланировано служение Богу. Вот когда человек служит Богу, то он получает столько счастья, сколько не запланировано, и будет бесконечно дальше его получать. Потому что всё остальное, работа, дом, семья, машина, дети, всё это запланировано уже. Это называется карма. А вот когда ты начинаешь думать о душе, и радость от этих мыслей в сердце возникает, от которой вы сейчас получаете в своём сердце, это не запланировано. Это то, что мы имеем право в этой жизни быть по-настоящему счастливыми всегда и везде. Вот это и есть то счастье, которое всегда и везде возникает. Счастье, радости, которое возникает не от нас, а от Бога в нашем сердце, которое радуется от того, что мы идём правильным путём. Понятна система, да? Почему вот этот восторг, удивление и благоговение возникает в сердце от того, что мы думаем, наполняет душу, как здесь правильно сказал Кант. Когда мы думаем о своей душе, изучаем себя как душу, мы душа, потому что даже говорить «моя душа» тоже неправильно. Это всё равно, что говорить «мой Олег Геннадьевич». Мой хороший Олег Геннадьевич. Так это не мой, а это ты, Олег Геннадьевич, вообще-то, не мой Олег Геннадьевич. Так и моя душа тоже. Это ты душа, а не моя душа. Вечно новым, постоянно возрастающим удивлением, благоговением две вещи наполняют душу. Чем чаще и постояннее мы занимаемся размышлениями о мире вокруг нас и мире, нравственном мире внутри, потому что мир внутри означает нравственный мир. Это не мир, который там, некоторые знаете, садятся, мир ищут внутри, сейчас расскажу. Садятся, медитации заниматься, медитации на мир внутри и смотрят, что там булькает, булькнуло там, что-то задвигалось, там мурашки пошли, нет, тепло там какое-то ищут внутри, мурашки, булькает как-то внутри. Так это не мир внутри, они просто медитируют на свое тело. Мир внутри — это же не тело, это душа. А душа не булькает, она соткана из нравственных поступков. И вот когда ты доброе дело сделал, у тебя сердце откликнулось, это доброе дело, это и есть медитация тоже, уже на что? На свою душу. Как душу увидеть? Она спит, вот когда ты там что-то делаешь, сексом занимаешься, душа спит в это время, она просто спит и наслаждается. Душа начинает жить только в нравственных поступках. Как увидеть душу? Для этого надо сделать доброе дело, и в этот момент, когда ты его сделаешь из сердца, выйдет радость, и вот эта радость означает контакт души со сверхдушой, с Богом. Вот тогда ты увидишь себя. В этот момент, в момент доброго, совершения доброго дела, ты себя в этот момент можешь заметить. А пока ты просто балдеешь, ты себя не увидишь, не узнаешь. Потому что ты сам от себя будешь скрыт в это время. Видите, как интересно. Оказывается, когда мы делаем добрые дела, мы себя как душу быстрее узнаем, чем сидим и просто тупо, как мы говорим, медитируем. Медитировать можно на молитву, на имя Бога, на добрые дела. Можно медитировать на раскаянии. Я раскаиваюсь. Можно медитировать на то, чтобы прощать. Можно медитировать на то, чтобы победить свою корысть, допустим, и так далее. Но просто сидеть и тупо вот ни о чем, тогда будешь медитировать на бульканье в животе. Потому что душа не может ни о чем. И надо о чем-то всегда, понимаете? Или в этом мире, или в том. Одно из двух. Тема понятна? Не очень? Кому не понятно? Да? Как различается тот и этот мир? Хорошо, сейчас я вам скажу. Вот вы, допустим, перед кем-то виноваты? Вы можете сейчас раз и простить? Сложно. Вот когда вы простите, вы переключитесь в тот мир. В этот момент внутренняя жизнь начнется. А пока вы не прошли, не простили, вы в этом наружном мире находитесь. Вот это и есть переход. И переход этот возможен, когда ты обращаешься к святости. Он мостиком является. Ключ к переходу в тот мир. Святой человек, священная книга, священный источник и так далее. Это переключение незаметно происходит для нас. Но оно является сутью всей нашей жизни. Потому что в это переключение именно Бог и дает нам силы побеждать судьбу. А пока мы включены на наружнее, мы не победим. Мы не победим ее. Ну то есть много-много всяких будет дел. Но в тот момент, когда вы начнете думать о святыне, кланяться ей, в какой-то момент вам захочется ей служить и думать о ней. И вы забудете жрать на работу, все забудете. В этот момент вы войдете во внутренний мир. Это тоже будет болезненно, потому что внешний мир держит нас, не пускает туда. И в тот момент, когда вы войдете, благодать вот здесь появится и у вас вместе с благодатью придет вам знание. Пожрешь, ничего страшного, чуть попозже не помрешь. На работу успеешь, там есть следующий маршрут. И так далее. То есть все как бы уложится в сердце, потому что то, что ты там сделаешь внутри, это будет главным. И оно даст тебе знание на все остальное также. Спасибо вам. Ваш вопрос, да. В состоянии молчания ума нужно. Это означает гармония. Нужна гармония. Нужна гармония. Ум должен молчать иногда. Например, идет по лесу человек, ум молчит в это время. Нужна гармония. Но в это время молчание не происходит. В это время деревья служат тебе, они наполняют тебе силой. Никогда не бывает молчания. Кто-то кому-то всегда служит. Или ты этому миру, или этот мир тебе. Но если человек думает, что ничего не нужно, никакого служения, просто раствориться и молчать, то тогда он идет неправильным путем. Сейчас я объясню. Есть два пути. Есть путь к счастью, есть путь к служению. Это противоположные пути. Когда человек хочет счастья только, то он не хочет служить. Когда человек хочет служить, он забывает о счастье. Веды говорят, что путь к счастью хороший, он приводит к освобождению из этого мира. Но люди, которые идут путем счастья, они теряют себя, как душу. Потому что в этом пути нет ни людей вокруг, никого. Счастье затмевает все. Когда человек становится счастливым, ему ничего и никто не нужен. Ему на всех наплевать. Поэтому человек должен идти не к счастью, он должен идти к служению. Потому что, когда человек идет к служению, счастье само за ним бежит. Разве не становится счастливым человек, который о ком-то заботится? Но чтобы о ком-то заботиться, надо забыть про себя, понимаете? Это шаг в пропасть, неизвестность. Но этот шаг и является тем, что дает душе победу над своей судьбой. Когда человек просто сидит и думает о счастье, это называется безмолвная медитация. Она тоже освобождает от всех проблем. Но это является очень опасным путем, который реально может разрушить нашу жизнь. Потому что цель души служить, а не раствориться в счастье. Мы должны не терять свою душе, свою индивидуальность, а должны ее сохранить и сделать более четкой. Когда человек находится в счастье, он о ком-то думает. Вот вы поехали на Майами, допустим, да? Вам там кто-то нужен? Нет? Ну, телка нужна какая-то. Для чего? Для того, чтобы опять наслаждаться с ней. Вам, как личность, она интересует? Да нет, лучше о ней поменьше знать вообще. Лучше найти телку, с которой вообще поменьше отношений, разговоров. Просто трахаться и все. И наслаждаться жизнью. Простите за эти слова, потому что это характеризует такое настроение. Такие слова. Это называется имперсонализм. Это тоже направление жизни и духовной мысли. Запомните, это направление разрушает душу. Все мы хотим именно этого. Мы хотим счастья, нам больше ничего не нужно. Мы друг от друга тоже счастья все хотим. Что мы еще друг от друга хотим? Только счастье, что мы человека хотим? Нет, мы хотим счастья от него. Но есть люди, которые идут другим путем. И этот путь отмечен Богом. У нас нет такой силы, чтобы им идти. Эту силу надо просить у Бога для служения ему же. Вот когда человек начинает служить Богу, вот тогда он уже не счастье от других хочет, а хочет им служить. А это принципиально разные вещи. да, если ты не получаешь счастья, ты не служишь. Спасибо вам за этот вопрос. Потому что Бог гарантирует счастье тому, кто служит. Гарантирует. Если вы хотя бы чуть-чуть в настроение служения вошли, счастье побежит за вами немедленно. Потому что счастье это энергия Бога. А если еще говорить глубже об этом, я сейчас и глубже вам скажу. у Бога есть супруга. Это его энергия. Между ними вечная любовь. Так вот знайте, что его супруга это наша мать. Она нам дает счастье, кормит нас, поет нас и дает нам вот это чувство радости. Когда мы хотим счастья, то мы хотим эксплуатировать супругу Бога. Мы ее у него отнимаем. нам надо не хотеть счастья, нам надо служить Богу. Когда мы Богу начнем служить, счастье само придет к нам, потому что оно любит Бога и будет о нас заботиться. Понятна система? А есть еще более возвышенные люди, которые отказываются служить счастью и начинают пользоваться счастьем и начинают ему служить. Когда человек служит супруге Бога, то энергии счастья, он еще более возвышен. Но это совсем трудно понять. Такой человек вообще для тебя ничего не хочет. Он вообще отказывается от счастья. Ему не нужно счастья. Он бежит от счастья. Он не позволяет супруге Бога служить себе потому потому что он ее слуга. Это очень аскетичная жизнь. Это очень возвышенный уровень. Мы не можем к нему стремиться. Вернее, не можем. Вот таким человеком был Серафим Саровский. Он постоянно повторял Богородице Девое Радуйся. Он ничего для себя не хотел. Он отказывался от всех благ полностью. Он бежал от части и служил счастью энергии Бога. Это очень высокий уровень. Да. Только искреннему для того, чтобы он еще больше с ним строил отношения. Это только искренне касается. Те, кто только встали на путь служения, сразу получают счастье. Никаких испытаний. Бог не дает человеку то, что он не может претерпеть. Понимаете? Бог дает то, что укрепит веру сначала. Да испытания еще далеко. Испытания даются тем, кто действительно достоин. Это самая большая милость Бога это испытание. Мы еще не достойны этой милости. Какие испытания? Как только человек встает на путь служения Богу сразу подарки. Хочешь пирожное? Пожалуйста. Хочешь жену хорошую? Пожалуйста. Самые лучшие женщины это верующие женщины. Самый лучший коллектив это коллектив верующих людей. Самая лучшая жизнь это жизнь среди таких людей, которые стремятся к Богу. Человек все это получает. Понимаете? У него столько подарков он получает, когда он идет к Богу. Самые лучшие людей, самые лучшие отношения, самые лучшие работы, все самое лучшее он получит. А потом уже, если дойдет до определенного уровня, уже потом испытания. Но он уже сам будет их просить уже к этому времени. Он сам будет хотеть от Бога испытаний, чтобы утвердиться в своей вере. Это называется уже отречение. Человек отречения реально получает, когда он во всем этом счастье, к которому так все сильно стремятся, не видит ничего хорошего. Потому что это счастье, к которому к нему стремятся все люди, для него пустое. Если человек уже реально почувствовал очень сладкий вкус меда, ему сахар уже не нужен. Я вот об этом говорю, понимаете? Почему люди отрекаются? Настоящее отречение означает, что ты почувствовал что-то выше, поэтому ты отрекаешься от того, что ниже. Это настоящее отречение. Есть еще аскеза. Аскеза это не настоящее отречение, когда ты просто этого не делаешь и все, но хочется. Но когда ты почувствовал что-то выше, тебе не надо аскезу совершать, потому что это для тебя естественно. Как иногда люди ко мне подходят и говорят, Олег Геннадьевич, как же вы без мяса-то живете? Я говорю, ой, плохо. Неужели миска-то не хочется? Я говорю, вам трупов хочется, вот труп лежит, вам хочется его есть, нет? Он запах страшен. Я говорю, у меня то же самое чувство. Почему вы меня об этом спрашиваете? Это же естественно, не хотеть того, что воняет. Он смотрит на меня, ну Олег Геннадьевич, вы странный человек. Ничего странного нет в этом вообще. Человек естественно не хочет боляться в пьяной луже, если он понял, что это невкусно. Человек естественно не хочет заниматься развратом, если он понял, что это невкусно. Вкуснее же с верной женой иметь отношение, чем с чужим человеком, который вообще непонятно что от тебя думает. Это же гораздо глубже и лучше. Так зачем нужен тогда этот разврат? Естественным образом, когда человек что-то более высокое принимает в жизни, естественно сам более низкое все отваливается само. Здесь не нужна аскиза уже. И если спрашивать, говорить о святых людях, которые возвышенной чистой жизнью живут, я говорю, ой, какие они аскетичные. Вы уверены, что они аскетичные? Это мы аскетичные живем в дерьме. А они не аскетичные, они живут как надо. И поэтому им Господь и посылает испытания, что слишком хорошая жизнь уже пошла. Вот об этом речь. Испытания приходят, когда приходит время. Можно конечно взять на себя испытаний побольше и сейчас нормально. Конечно, сто процентов вы говорите правду. Так и есть. Но я лекцию читаю не для тех, кто приходит на испытания. Таким людям уже надо ходить в храм какой-то и там у наставника получать наставление. Я читаю лекции людям, которые хотят просто узнать, как жить. Простые какие-то вещи. Мне нет квалификации давать знания людям, которые уже более высокий путь в жизни выбрали. Мы здесь занимаемся детским садом. Это предварительное знание. Я удовлетворил ваш? А если близкий человек уходит за жизнь, как он так же, как и до этого служили? Вот вам для того, чтобы служить человеку, который здесь, в этой жизни, вам надо от него отойти, начать молиться и вспомнить его в сердце сначала. Потом в сердце установить с ним отношения, а потом помнить его в своем сердце этого человека. И тогда, когда вы светлой памятью о нем будете помнить, вот тогда вы с ним установили отношения, только в этот момент. И когда этот человек, с которым вы установили такие отношения, уйдет из жизни, ничего не поменяется, все будет то же самое. Проблема заключается в том, что нет у нас никаких отношений с нашими родственниками, просто балдеем с помощью них и все. Вот когда мы начинаем с молитвы в сердце думать о них, желать им добра, счастья и всего хорошего через сердце во время молитвы. Не общаясь с ними, а через сердце. Вот тогда, когда человек уходит в этот момент от нас, ничего не меняется. Я проверил. Как были отношения в сердце, так и остались. Почему же тогда люди уходят и мы плачем? А мы плачем о том, что мы с ними не устанавливали эти отношения. Мы плачем о том, что зря время потеряли в отношениях. Ушло время. Но тоже плакать не надо, можно восстановить и потом. Также думать о Боге и опять молитва и постепенно вы узнаете все об этом человеке. Светлая память часто приходит позже о человеке. Она должна во время жизни прийти. Надо уже сейчас светлую память о человеке получить, потому что мы с душой живем. Она прекрасна, душа. Можно много чего узнать о близком человеке прямо сейчас, когда думать о святости и вспоминать своего близкого человека в этом же настроении. И тогда придет вот эта светлая память о нем. Ты узнаешь о нем самое лучшее, и тогда твои отношения станут вечными с самого начала. Не надо будет потом из них их вечными делать, когда уже, как мы говорим, поздно. На самом деле никогда не поздно. А связь же остается, она как была, так и осталась. Бог нам дает возможность всегда с родственниками установить душевные отношения, даже когда они уходят из этого мира. И они нуждаются в нас на самом деле, даже тогда. Ответил на ваш вопрос? Если человек духовной жизнью не жил, зачем за него молиться? Да пнуть его надо. Пускай валит. А? Что? Он так говорил, да? Не говори так, а лучше скажи, этот человек заблуждался в том, что важнее всего на свете. Он слеп не телесной слепотой, но духовной. Возвращаемся назад. И как только ты себе скажешь это, то так ты и поймешь, как ты был жесток к нему. Если у человека глаза заболели, и он лишился зрения, то ведь ты не скажешь, что его надо за это наказывать. Так почему же ты хочешь наказать такого человека, который лишен того, что дороже глаз, лишен самого большого блага, умения жить разумно? Не сердиться нужно на таких людей, а только жалеть их. Вернулись просто назад, мы с этого сегодня начали. Спасибо вам за вашу заботу. Следующее высказание. Сорные травы губят посевы, ненависть истощила людей, только нежный дар кротости готовит великую награду. Это буддийская мудрость. Сорные травы губят посевы, тщеславие точит людей, лишь нежный дар смирения готовит великую награду. Сорные травы губят поля, похоти губят людей. только благостный дар чистоты и непорочности приводит к блаженному концу. Начнем сначала, да? Сорные... Потому что истины надо повторять много-много раз. Не как мы книжки читаем, а много-много раз повторять, размышлять о них. Поэтому, видите, мне говорят, Олег Геннадьевич, вы заявили в лекциях больше, чем говорите. Мы стараемся больше говорить обо всем, чтобы глубже понять. Нормально же так? Я сегодня даже почти не пою. Простите меня за... Сорные травы губят посевы. Видите, древние писания, они сначала начинают с того, что нам понятно. Всем понятно, что сорняки губят посевы, да? И потом дальше идет следующая истина, точно такая же, но на более глубоком уровне. Ненависть истощила людей. Точно так же, как сорные травы, вот сорняки, губят посевы, так и ненависть губит человека. Помните, мы говорили об оскорблении? Вот это вот и есть то, что губит человека, это сорняк растет в сердце. Это сравнивается в ведах, знаете как, что лиана, лиана служения Богу, она очень хрупка, и она строится на отношениях со святостью, с возвышенными людьми. Но когда человек начинает искать недостатки в святых людях, или возвышенных людях, или просто в людях, которые идут к Богу, то такой человек запускает сад с этими лианами бешеного слона, который в секунду вытаптывает все эти растения, ища недостатки в тех, кто идет духовным путем. Вот если я сейчас буду в вас недостатки искать, чего вы там плохого сказали, то я вот этого бешеного слона в сад своих лиан запущу. И тогда у меня будут проблемы в жизни большие, без всякого сомнения. Потому что все блага, которые я получил от Бога, они рухнут немедленно в моей жизни. Сорные травы губят посевы, ненависть истощила людей. Только нежный дар кроткости готовит великую награду. Что делать? То есть дальше идет рецепт. Если ненависть истощила людей, что людям делать? Смирение. Вот украинцы выбрали запад вместо России. Ну и простите им это. Это их выбор. Я понимаю, что есть в этом вопросе и также политика там есть государственные дела. Мы не об этом сейчас говорим. Мы поговорим о любви к народу. Мы говорим о нас, о нашей любви друг к другу. Мы говорим об этом. Вот допустим украинцы выбрали запад. Ну ничего страшного. Не всегда же нас выбирают. Иногда нас выбирают, а иногда нет. Это не значит, что мы должны не любить кого-то. Ненависть истощила людей. Только нежный дар кротости означает принять просто. Признать, ничего страшного. Мой ребенок, как эта женщина сказала, моя внучка пошла выбрала дурную копанию, начала выпивать. Ну вот простите ей. Она вот так выбрала, у нее такой выбор. Если ты не простишь, ты ей тем более не поможешь. Ты хочешь помочь, прости сначала. Первый шаг это прощение. а потом внучка будет чувствовать, что от тебя доброта идет, она начнет с тобой общаться и будет шанс ей выбрать другую компанию. Не обращай внимания на то, что она так выбрала, ничего страшного. Страшнее злоба, ненависть иссушила людей, не пускай сорняки злобы в свое сердце, они потопчут твои отношения с внучкой. Сорные травы губят посевы, тщеславие точит людей. Рецепт дальше. Лишь нежный дар смирения готовит великую награду. Видите, там говорилось о кротости. Ненависть кротости. Кротость и смирение это одно и то же? Одно и то же. Просто по-разному произносится. Ненависть кротость. Кротость это что такое? Простите такое чувство, простите пожалуйста. Мы виноваты перед вами. Простите нас пожалуйста. А смирение это что такое? Тщеславие точит людей. Тщеславие. Я великий лектор. Олег Геннадьевич Тарсынов. Прошу любить и радовать. как это жаловать. лишь нежный дар смирения готовит великую награду. А может ты просто несчастный человек, который загордился собой, залез на сцену, делаешь умный вид и учишь людей тому, чего сам не можешь делать. если бы я это осознал, это была великая награда для меня. Пора заканчивать. Да, это факт. Сорные травы губят поля, прихоти губят людей. Только благодарный, благостный дар чистоты и непорочности приводит к блаженному результату. похоти губят людей. Я когда лекцию закончил со всеми поговорил здесь в Москве в прошлый раз. Уже совсем устал. Люди выжили из меня последние соки, когда они уже Олег Геннадь еще немного, а уже ничего нет. Я тогда сказал я уже пойду. Они сказали нет Олег Геннадь еще немного. Последний вопрос. Я говорю нет последний вопрос. Когда я уже все-таки вышел и пошел в гостиницу это было около часа ночи в этот момент у меня не было совсем душевных сил и когда я уже подходил к лифту чтобы подняться к себе на этаж то в этот момент ко мне подошла девушка не слушатель лекции просто девушка подошла симпатичная она улыбалась и сказала вот телефон контакт пожалуйста возьмите если вы хотите поспать с девочками ночью представляете прям сразу вот пожалуйста она твоя улыбается вот такая девочка красивая и можно с ней уже поспать прям сразу проблем никаких нет прям сразу раз вот понравилось бери спи тогда я вспомнил свою жену что моя жена очень благочестивый человек она не смотрит на чужих мужчин вообще и как это в секунду как-то произошло все само собой я сказал мне не надо она даже удивилась так посмотрю может денег нет подумала и она такая посмотрела еще на меня с вопросом есть деньги или нет и потом она мне сказала ну возьмите может быть позже захотите и мне еще раз пришлось вспомнить свою жену потом господи какая она у меня вот такая хорошая благочестивая и говорю спасибо не надо и пошел вот об этом здесь говорится сорные травы губят поля похоти губят людей похоти означает что такое дешевое счастье ненужное счастье которое счастье это не приносит это просто вот знаете какой-то мираж пустыни за которым гонится гонится человек так не догонит никогда всю жизнь если любого человека который гоняется за тетками спросить ты вот хоть раз в своей жизни все-таки испытал того к чему ты бежал он если честно скажет что-то как-то не получилось вот я вот и такая и тут и там чуть-чуть не хватает и там чуть-чуть не хватает но не получилось Олег Геннадьевич но у меня получится получится потом еще я все равно добьюсь своего Симона девушка моей мечты королева красоты но только благостный дар чистоты и непорочности приводит к тому чего ты хотел брат только вот это вот приводит к настоящему а все остальное не приводит бесполезное твое занятие не приведет это тебя к тому чего ты хотел в женщине самое лучшее это чистота и непорочность то что ты испортить и хочешь это самое лучшее в ней да к этому надо служить а не портить в ней это и даст тебе счастье а не то что ты пытаешься это эксплуатировать это буддийская мудрость а у нас уже до конца лекции осталось всего 10 минут да правильно я сказал ну на этом наверное мы у нас гармония внутри и снаружи тема мы ее не закончили в следующий раз продолжим можно вопрос как как еще гармония в себе и так не хочешь тем миром пересекаться что и значит пнуть его надо или что с ним сделать не пнуть ничего не надо не хочется возвращаться в тот мир это называется имперсонализм имперсонализм да это означает что вы хотите счастья и на вам на всем наплевать ну почему так вот потому и так и это хорошо для начала хорошо очень почувствовать духовное счастье и забыть про тот мир про весь для начала хорошо но потом вы должны понять замысел Бога не то что вам хочется а есть еще тот человек который вам это все дал вернее та личность и эта личность она вам дала вот это счастье духовное для того чтобы вы туда вернулись назад и давали возможность людям это тоже почувствовать то есть с ними надо продолжать строить отношения с людьми с людьми из того мира но другие отношения и только с теми кто хочет этих отношений потому что если человек не хочет ему правда не надо навязывать ничего но если он хочет то тогда можно с ним об этом поговорить понятно да о чем я говорю я понимаю о чем вы говорите вы говорите о том что мне здесь хорошо и пошли они все нафиг я понимаю об этом я это понимаю но я вам хочу сказать что вы меня пока не понимаете вы отдыхайте от того мира отдыхайте я тоже отдыхал потом придет время бог вам даст служение какое-то вам придется назад туда идти помогать им они еще не поменялись в том-то и делают но если они захотят поменяться то вам надо это делать будет это ваше будет служение и вам будет тяжело в этом во всем но это лучше чем сидеть и балдеть просто наслаждаться своей духовностью поняли да о чем я говорю или нет наверное я вас обидел да нет все нормально еще вопросы есть глубина прощения самое глубокое прощение это легкость и радость сердца самое глубокое прощение дает чувство что я больше никогда туда не пойду в своей жизни потому что я испытал труд который требуется для этой глубины и чистоты когда человек глубокое прощение испытал ему уже даже близко не хочется туда поворачиваться потому что он видит что совершить этот поступок и потом избавиться от него несопоставимые вещи избавляться в тысячу раз тяжелее поэтому назад уже не хочется вот это называется глубина прощения это труд который заканчивает с радостью сердцем и нежеланием туда возвращаться понятно что если тебе кажется что простил потом опять нахлынувает что-то это значит что вы хотите наслаждаться этим человеком из привязанности рождается боль это значит что вы ему мало служили этому человеку не заботились о нем вам не только прощать его надо а еще что-то сделать для него и тогда вы точно успокоитесь по-настоящему часто люди обвиняют тех кому сами должны и поэтому возникает боль из-за этого но если человек действительно вам должен вы ему простили и сердце успокоилось проблем нет если оно не успокаивается болит значит вы тоже должны этому человеку что-то отдать все рядом нет того что никто не рядом кто говорит со мной поднимите как зовут человек у него твердый характер такой он такой волевой человек он заботливый человек да откуда я это знаю я вы сказали Иван я посмотрел ваше сердце посмотрел связь с этим человеком через ваше сердце увидел плотную связь и это означает что вы рядом расстояние определяется сердцами бывает что люди далеко друг от друга значит они не рядом у них сердца разорвались нет связи бывает у людей есть память о человеке вы вспоминаете этого человека постоянно ну видите как рядом он если вы постоянно вспоминаете значит у вас совсем вы рядом находитесь чего непонятно рядом вы говорите о чем о физическом расстоянии а я говорю о сердце но если человек физическими масштабами мыслит он никогда рядом ни с кем не будет потому что это называется телецная концепция жизни это значит что такой человек никогда в сердце свое не заглядывал и никогда там не жил а вы загляните в свое сердце вспомните увидите там Ивана думайте о нем служите ему заботьтесь о нем и вам не надо будет все я понял заканчиваю и вам не надо будет меня об этом спрашивать вообще вот я для того чтобы вам объяснить должен сейчас ваше сердце стучать бесполезно вам ушам вашим говорить должен стучать в сердце вы рядом со мной или нет да мне вот сейчас сердце мое ответило что как минимум четыре года уже рядом сколько вы лекции слушаете где-то так может чуть побольше четыре года уже рядом мне сердце я говорю рядом этот человек со мной или нет мне сердце отвечает четыре года уже рядом а ты все не можешь понять что рядом ну все тогда вот вы рядом мне надо вас тащить с собой под краснодар или нет или вы пойдете своим путем внешним а я своим но сердца останутся рядом недостаточно этого в жизни или мне надо всех своих слушателей под краснодар привести это вам надо я говорю про себя сейчас ну ладно давайте заканчивайте у нас уже нет больше человек не умер он жив и он в вашем сердце связан с вами поэтому простить надо через сердце там где вы с ним связаны чтобы простить человек не может сам простить для этого он должен вспомнить святость какую-то и служить ей а прощение придет само в сердце и облегчит ваше сердце само прощение это награда вы не можете сам себя наградить награждает кто-то кому вы служите самого себя нет невозможно прости мы не наказывали сами себя и прощать не можем прощение это что-то нас прощает сам себя наказал как себя простить опять же вы себя не прощаете это бог вас прощает потом вот посмотрите фильм остров там об этом как себя простить он же в конце фильма с богом разговаривает говорит вот господь я все сделал у него в сердце облегчение наступило для бога человек служил всю жизнь и прощение пришло он же в сердце он же в сердце он же в сердце